Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодняшняя тема, я сейчас коротко-коротко расскажу. Тема, как составить свой грунт для посева перцев. Про грунт я уже рассказывала очень много. Уже нынче я снимала видео, как составить грунт для рассады самостоятельно. Многих это интересует. Некоторые не хотят покупать уже магазинный грунт, хотят составить его сами. Конечно, делать нужно это осенью. Но я сейчас просто вот кратко, теоретически расскажу тем, кто хотел бы составить свой грунт, чем отличается грунт для перца. Если честно, и перец, и томаты, вот если вы сеете только семена, не выращиваете, как саму рассаду, семена ведь будут в этом лотке всего лишь месяц. И для этого я занесла сейчас грунт, я его разморозила. Он у меня такой же, как для посева томатов, никаких различий в этом возрасте я им не делаю. Тот же чернозем, тот же перегной, все то же самое. Редко, когда на пачках написано, какой состав грунта подходит перцу. Но все-таки на некоторых есть. Я вам вот сейчас прочитаю от биотехники, у меня есть старые пачки, и там написано. Семена высевают в рассадные ящики, в специально подготовленную почву. Две части дерновой земли и две части перегноя, один часть песка. Все. Вот этот состав, если вы не хотите там мудрить, напрягать себя лишний раз, вот этот состав, он пригоден для всех, для посева всех семян, и томаты, и перцы. Лично я делаю так, вот, прекрасная земля, я с осени. Дерновая земля, это обыкновенная земля с полей, где не выращивалось никаких культурных растений. Самое главное, вот все специалисты рекомендуют не брать с огорода, потому что там вы можете занести ту инфекцию, которая была в прошлом году у вас, например, на помидорах, фитофторах, на тех же перцах. Какие-то те же самые болезни вы можете занести на нынешний год. Обычно, если берешь землю одну и ту же много раз, то, конечно, какая-то инфекция сохраняется. Вот эта инструкция, которая действительно соответствует, ну как, реальному рецепту, и ничего нового придумывать не надо. Просто вот поливая земля чистая, перегной, я делаю один к одному. Я даже песок добавляю не во все лотки, песок добавляю только в капусту, потому что ей, ну, я просто по своему опыту знаю, что она лучше растет в такой почве, где песок. А для этих, для томатов, для перцев делаю одинаковый, просто главное, чтобы он был рыхлый, чтобы он был такой хороший, как, ну, не бедная почва, и чистая, ни разу не использованная под наши овощные культуры огородные. Вот в этой земле никто еще не рос. Это именно часть полевой земли и часть перегноя. Перегноя очень старого, который лежал-лежал и превратился в землю, просто в рыхлую, питательную такую, коричневую землю. Это идеальный вариант, и не надо придумывать никакого велосипеда, ну, какого-то чего-то нового. Простая земля и просто перегной, все. Вот в некоторых рецептах пишут, добавлять где-то торф, где-то еще что-то. Ну, а что делать тем, у кого нет торфа? Вот в нашей, как в нашем районе, в моем месте проживания торфа вообще нет. Это я уже сто раз говорила, я его даже в глаза не видела. В магазине покупать я ничего не хочу. Еще не хватало выращивать самим овощи и фрукты и покупать землю в магазине. Это уже последнее дело. Набирайте осенью сами, заготавливайте. Если вы для себя только выращиваете, вам надо всего несколько лотков. Едете отдыхать, заехали в лес, набрали, положили все, она за зиму промерзла. Занесли весной, растаяли, сейте. И самая лучшая, самая крепкая рассада получается со своего грунта пассивного, собранного где-то за пределами вашего участка, ваших садов, ваших огородов. Все. Вот этот грунт я занесла. Здесь одна часть перегноя старого и одна часть полевой дерновой земли. Я посею и в этом прекрасно вырастут и перцы, и томаты. Рассада будет крепкая и здоровая. Конечно, я еще и поливаю фитоспорином, потому что если рано сеять, то все-таки может что-то там, какая-то плесень или что-то от мокроты, от холода образоваться. Но грунт всегда, каждый год другой свежий. Если я в нем один раз выращивала, второй раз я уже ничего туда не сею. Это вот золотое правило. Не надо многократно использовать одну и ту же землю. Этот грунт я потом выкладываю в огород. На нем высаживаю взрослые овощи, которые летом растут по грядкам, на лук, на чеснок. Ничего с ними не случится. Она промерзнет. На будущий год для огорода она будет идеальна. Но рассаду второй раз сюда уже я не сею. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это секрет или, можно сказать, залог выращивания хорошей, здоровой рассады. Не используйте второй раз и не берите с огорода. И у вас все пойдет прекрасно. Будут хорошие урожаи. До свидания.